Экономический кризис, каким бы глубоким он ни был, не отбивает у людей желание купить автомобиль. Но если государственный чиновник в кризис беспокоится о том, успеет ли он получить свой новенький Bentley Bentayga раньше коллег по партии, то простой гражданин, сжимая в руке ежедневно обесценивающейся фантики, отправляется на поиски автомобиля с минимальным ценником. А спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому сегодня на тесте Infocar.ua перспективный депутант сверхбюджетного сегмента – хэтчбек А-класса Ravon R2 – самый дешевый на рынке автомобиль с автоматической коробкой передач. Ravon – бренд формально новый, но с предысторией. С ноября 2015 года он стал правоприемником хорошо известного нам Уздеу. Модели Nexia, Matisse и Джентра узбекского производства колесят по нашим дорогам нескончаемым потоком. После ребрендинга компания не только сохранила их в производственной гамме, но и расширила модельный ряд. В том числе и тем автомобилям, на которые мы с вами смотрим прямо сейчас. Ravon R2 – это перелицованная и произведенная в Узбекистане версия Chevrolet Spark третьего поколения. Я говорю произведенная, а не собранная, потому что большая часть компонентов этого автомобиля, включая двигатель, действительно узбекского происхождения. К слову, под капотом R2 стоит 16-клапанная бензиновая четверка рабочим объемом 1,25 литра. Выдает этот двигатель 85,5 лошадиных сил мощности. Многим придется по душе и тот факт, что в механизме газораспределения использован цепной привод. Производитель утверждает, что вышеозначенный агрегат хорошо зарекомендовал себя в странах с тяжелыми условиями эксплуатации. Ко всему прочему, этот забавный городской автомобильчик по умолчанию оснащен пластиковой защитой картера двигателя. Именно она, судя по всему, является самой низкой точкой днища, поэтому именно от нее, опять же, мы и будем отталкиваться при замере дорожного просвета. Что ж, клиренса здесь едва наберется 13 см, но, честно говоря, большего я и не ожидал. Когда речь идет об автомобиле ценой до 10 тысяч долларов, все понимают, что многого ждать от него не стоит. Тем не менее, дабы вы не питали напрасных иллюзий и четко осознавали, что получаете за столь скромные деньги, я, с вашего позволения, буду называть вещи своими именами. Будут и кнуты, и пряники. Итак, интерьер. Как и автомобиль в целом, он предельно компактен. В идеале водитель и пассажиры должны быть худощавыми, ростом не более 180 см. При соблюдении этих правил, жизненного пространства, по крайней мере, передним седокам должно хватить. Невзирая на то, что материалы в отделке R2 использованы самые простые, выглядят они вполне адекватно к классу автомобиля. Особенно хорошо разбавляют интерьер вставки из светлого глянцевого пластика. Они, если хотите, поднимают настроение. Женской аудитории, на которую и рассчитан этот автомобиль, должно понравиться. Но есть у R2 недостаток, который, как мне кажется, нельзя списать на одну лишь бюджетность автомобиля. Речь идет о посадке водителя. Найти для себя более или менее удобное положение задача не из простых. Во-первых, само по себе кресло не балует размерами и изысканностью профиля. Во-вторых, подушка расположена слишком уж вертикально, из-за чего ноги достаточно трудно расслабить. Но больше всего меня беспокоит отсутствие полноценной площадки для отдыха левой ноги. Сколько едешь, столько и мучаешься, пытаясь куда-то ее пристроить. Это не круто и это быстро утомляет. А вот об обзорности я плохого слова не скажу. Она-то как раз на достойном уровне за счет большой площади остекления и крупных зеркал. Приборка, зафиксированная на рулевой колонке, тоже хороша в своей информативности и читабельности. За минувшие пять лет я протестировал более ста автомобилей и лишь в одном из них ездил без музыкального сопровождения. То был Renault Master, в котором попросту не было магнитолы. Когда я впервые услышал плоское звучание аудиосистемы в Ravon R2, я грешным делом подумал, что и эту неделю проведу в тишине. Но, поигравшись с настройками, ситуацию удалось исправить с катастрофической до приемлемой. Главное накрутить басов и добавить громкости. Кстати, аудиосистема здесь с шестью динамиками и возможностью подключения внешних устройств через Bluetooth и USB. Комплектация тестовой машины топовая за 8000 долларов. И это как раз тот случай, когда за лишнюю тысячу баксов вы получаете не базовый барабан, а вполне пригодный к эксплуатации автомобиль с шестью подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками, обогревом сидений и зоны дворников, парктроником и даже hands-free. Базовую комплектацию при такой минимальной разнице в цене я вообще не рассматривал бы к покупке. Хотелось бы сказать что-то хорошее о галерке Ravon R2, да сказать особо нечего. Место здесь по понятным причинам впритык, дверные проемы узковаты, а в ногах болтаются лохмотьи от обивки передних сидений. В общем, второй ряд, если для чего-то и годится, то только для детишек, что для ситикаров в принципе стандартная ситуация. Ну и последний пункт статического обзора это багажник. Как у любого автомобиля А-класса он крошечный. В данном случае всего 170 литров, чего должно хватить для трех-четырех пакетов из супермаркета. Если же нужно перевести что-то чуть более габаритное, придется поупражняться в раскладывании заднего дивана. Дело это, к слову, не очень простое. И еще, невзирая на всю компактность и ограниченность пространства, инженеры все-таки нашли возможность расположить под ковриком в багажнике набор инструментов и запаску. Это очень хорошо. Первый вопрос, который задают потенциальные покупатели Ravon R2, звучит так. Ну и как она едет? А знаете, неплохо, в общем-то, едет. 85 лошадей ей достаточно для уверенного городского серфинга. При этом R2 оказался еще и вполне маневренным автомобилем. А компактность при парковке в перегруженном мегаполисе так и вовсе считается неоспоримым преимуществом. Автоматическая коробка передач в сити-каре – это must-have. Другое дело, что старенький четырехступенчатый автомат iZine, который установлен в этом автомобиле, не способен обеспечивать оптимальный расход топлива. Специфика подбора передаточных чисел часто вынуждает двигатель работать на повышенных оборотах. А тот, к сожалению, не обладает выдающейся тягой, поэтому зависания на верхах могут быть достаточно длительными. В результате меньше 8 литров на сотню в городе вы точно не получите, даже если будете ездить очень аккуратно. Когда двигатель раскручивается до 3000 оборотов и выше, его веселый звон с легкостью проникает в салон, чтобы составить компанию шуму из колесных арок и легкому посвистыванию аэродинамических завихрений. Шумоизоляция – не самая сильная сторона Ravon R2, но это как раз то, что легко объяснить бюджетностью модели. Через колесные арки слышен не только гул шин, но и постукивание подвесок. Схема их традиционна. Макферсон спереди, торсионная балка сзади. И надо отдать должное инженерам, ходовая настраивалась с четким пониманием плохого состояния дорог, по которым этому автомобилю предстоит ездить. По соотношению жесткости и энергоемкости подвесок R2 напоминает мне Рено Сандеро и его производные, то есть автомобили, построенные на платформе B0. И это определенно комплимент для узбекского сетикара. Инженерам удалось сделать так, что при езде по разбитому асфальту пассажиры не клацают зубами и не хватаются за позвоночник. В то же время подвеска не настолько мягкая, чтобы легко срабатывать до отбоя. Напротив, пробить ее не так уж просто. К сожалению, инженерам не удалось избавить автомобиль от глубоких кренов кузова. Это связано и с особенностями настроек подвесок, и с форм-фактором кузова, и с высоким расположением центра тяжести. С этим ничего не поделать, но и страшного в этом по большому счету тоже ничего нет. Просто проходите повороты чуть медленнее, чем вам хотелось бы, и все будет в полном порядке. Ravon R2 в силу своей специфики не может претендовать на статус автомобиля, которым интересно управлять. В том числе и потому, что электроусилитель руля съедает практически всю обратную связь с колесами. Да и в целом реакции автомобиля на действие рулем несколько размыты и медлительны. Но в управлении Ravon R2 легок и понятен вне зависимости от пола и стажа водителя. Для повседневных, непродолжительных и несуетливых поездок по городу он более чем пригоден. Компактный городской автомобиль за 7-8 тысяч долларов, да еще и с автоматом, это отличное решение, когда денег мало, а машину ну очень хочется. Да, придется мириться с некоторыми неудобствами, но это всяко лучше, чем ходить пешком или подписываться на кредитную кабалу в попытке купить автомобиль классом выше. В сверхбюджетном сегменте у Ravon R2 большие шансы на успех. Все его конкуренты с автоматической коробкой передач значительно дороже. А те, что с механикой, могут, конечно, стоить дешевле, но давайте-ка разберемся. Jack J2 или Zotti Z100? Нет уж, спасибо. Таких автомобилей и врагу не пожелаешь. Matisse или Zass Sense? А вот эти ребята настолько надоели, что от одного их вида уже хочется жалобно заскулить. Всех вышеназванных Ravon R2 с легкостью переиграет и по дизайну, и по оснащению. Но мы, конечно же, не настаиваем, мы лишь рекомендуем. Читайте Infocar.ua, подписывайтесь на наш YouTube-канал, увидимся.